Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сейчас с девчонками мы снимем для вас замечательное новогоднее видео. Это видео у нас будет в двух частях. Первая часть будет на моём канале, а вторую часть смотрите на канале Marina Space. Ссылочка будет в описании. Правила нашей игры очень просты. У нас есть две коробочки. Одна коробочка с заданиями, с вопросами, с очень такими интересными кайферами. Вот в этой коробке у нас будут вопросы, а в этой коробке у нас будет наказание для тех, кто не смог ответить на вопрос. И отвечаем вопросы по порядку. И отвечающий надевает вот этот новогодний праздничный толпачок. Итак, в нашей игре участвуют Даша, Марина, Света, Алина. Отлично! Итак, поехали! Давайте на конфа. Кто проиграет, тот как бы первый. Давайте только не первая ножница, а просто. КАНФА! КАНФА! Давайте вы играйте. Так можно выиграть? А, типа, мы сейчас с тобой вместе. А, так сказать, КАНФА! КАНФА! Типа я? Да. Ладно, из этой? Там, у нас почём. А, да, да, забылись. У меня, кстати, визерок. Давай, одевайся. Так, задание у нас вот здесь. Так, задание у нас вот здесь. И сейчас я буду вытягивать. Так, пусть будет вот эта бумажка. Я уже вижу, что не я писала. Мне уже страшно. Кто это писал? Так, подожди. О-о-о-о! Ты где-то написала? Ты. Слушайте, подожди, я тебя прочитаю. Каким должен быть твой будущий муж? Ой. Ну, это же не личный вопрос, да? Ну, не такой, типа, я с тебя подниму. Ну, да. Ну, да, давай. Мне как бы... Что? Мне как бы называют качество. Ну, просто какому он должен быть. Ну, просто каким я писаю. Не внешность, а чисто духовность. Ну, ладно. Как его думал быть? Можно ещё внешность? Да, можешь и внешность походить. Хорошо. Он должен быть высоким, с тёмными волосами стать. Чё? Тебе подстать. Он должен быть высоким, с тёмными волосами. Он должен быть честным, добрым, нормальным. И ещё я ему должна доверять всем. А нормальный-то какой? Ну, то есть там, который не пьёт, не курит. А. Без вредных привычек. Ну да, без вредных привычек. Отлично. Давай. А где? Доставай. Господи, я боюсь. Так, ладно. Правильно. Понятно. Чем ты готова пожертвовать ради достижения цели? Ну, с чем? Мужем. Нет. Я бы пожертвовала бы, я не знаю, чему. Давай. Подумай. Подумай. Фингтами там. Лили. Конечно, может, какой-то своей цели. Может, какими-то своими ресурсами. Да. Жизненными. Или, допустим, не знаю, какими-то. Умом. Умом? И что? И что тогда тебе доставлено достижения, достигнутая цель? Не знаю. В общем, давай твой взгляд. Ну, просто поставила ты себе цель закончить, например, год на отлично. И чем ты готова пожертвовать ради этого? Временем там. Сном. Своим сном. Нервами. Отдыхом. Морей. Временем. Временем? Временем. 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 Так. Кто следующий? Следующий я. Ух. Мы постаршества. Если что. Снова бы ничего такого не попало. Вручайно. Так. Надеюсь, попался не мой вопрос. Какой новогодний фильм ты смотрела в последний раз? Потерянное Рождество А, да, вот, мы на английском языке недавно смотрели фильм на английском языке Классно Без субтитров мы смотрели Нормально у вас антискласс Я поняла только Мэри Крисмас Мэри Ваш Май Фэймили В общем, назывался фильм Рождество каждый день или что-то подобное И он был таким стареньким, таким атмосферненьким И такой прям вообще миленький, миленький, миленький Ты же хотел посмотреть что-нибудь такое Ну, там, знаете, там, типа, день фирма Когда один день повторялся один раз Вроде бы один раз Потому что мы ее до конца фильма не досмотрели Вот, ну, суть я уловила, но так что нормально Даша, следующее Вытянь Мне уже страшно Бойся, небойся, сердцу не прикажет Даже вонететься Когда ты последний раз сплакала от счастья? Когда? Ну, вы все знаете, что мы ходили недавно на концерт Полиночки Она не ходила Вот И когда Я особо не хотела Луана И просто, когда она вышла Она еще петь не начала, я уже начала рыдать Я тоже Я просто рыдала всю первую песню Серьезно? Я просто, я вот так вот рыдала просто всю первую песню Я просто рыдала всю первую песню Я была так счастлива Печальна Печальна А я? А у меня мурашки пошли, когда она вот между песнями, кажется, перед песней выше головы Начала вот говорить Какой-то такой вот А я не знаю Просто знаете, почему это так получается? Просто ты когда видишь человека только в интернете, только в инстаграме Она видела, кажется, что она не настоящая А тут она вышла такая настоящая У меня просто истерика И она прям такая красивая Она еще просто, она начала, она еще просто, она просто вышла, она еще начала петь Я просто, я не знаю Это моя цель Это моя цель, вырастить идинорога Моя цель продать их по всему миру Моя цель продать их и продавать Ну моя цель... Ты бесишь Какое наказание? Пусть она сама, пусть... Так, моя цель на 2020 год Что? Я как бы не составляла цели, пока вообще об этом не думала Ну ладно, значит, я с ней наказала Ладно, надо составить А я уже составляла А я сейчас не думала, у меня есть цели Давай Ладно, давайте Дайте, я не могу дойти Так, блин Даже я могу дотянуться Потому что ты ближе сидишь Логично Выложи первую фотку в галерее в соцсеть Зачем я это написала? Я даже не проверила свою галерею Алина, это какие-нибудь мальчики Они явно что-то узнают Так, слушайте Я сейчас принесу свой симфон Там на доске почёта смешной мальчик Как бы я хотела его сфоткать Потому что в декабре... Нет, в январе уже уберут, блин Вот, смотрите Куда будешь рассказывать? Красивый мальчик Не, просто смотрите его лицо Можно я камеру покажу? Давай Я просто в январе уже уберут эту фотку И как бы я не хотела расстраиваться лишний раз И как бы... Блин, что, выкладывать сейчас? Да, будешь выкладывать В инстаграм А можно мы сами придумаем подпись? Давайте Давайте в инстаграм Давайте в инстаграм Давайте И подпись давайте Какую подпись? Мы сами придумаем Давайте думать И, Олег, и не удалять пока Мы не выложим это видео Ой, стойте После выкладывания видео 24 часа она должна там быть хорошо Ага Сейчас, разумеется, считай Ладно, что, 24 часа всего? После того, как мы выложим видео Да Мы, может, выложим через 2 недели Надо же новогодние видео Надо нового года успеть Да, надо успеть Ну, короче, давайте придумывайте Давайте напишем самое красивое Самый зачетный мальчик нашей школы Этот мальчик мне нравится Ладно, шучу Да не, давайте, что описать Самый зачетный мальчик нашей школы А надо какой-нибудь смайлик добавить Сердечку Такой Дай, стой, смайлик Давай, ты помнила Воздушный пацанчик Аля, не перекрывай меня Ты не очень хорошая Ты звук от меня забирай Все, можно так? Да Все, вот так Вот так Она там в конце подписала Шутка Ну, ладно Если бы у тебя была возможность Переехать в другую страну То куда бы ты переехала? Вообще-то была бы европейская страна Ну, все уже знают, что я хочу переехать в Германию Я все знаю, да? Ты знаешь? Да Ну, вот Ага, каждый Каждое утро Не кричи, пожалуйста Ну, вообще-то Родина великих композиторов Таких, как Гендель, Бах Я бы очень хотела сходить в протестантскую церковь И послушать протестантские хоралы Вот в этой, во всей атмосфере Сыгранной живым органом И это было бы вообще классно И мне просто нравится Экономика данной страны В Германии И менталитет немцев Мне достаточно близок И я к этому стремлюсь и совершенствую Хиуси, хиуси, да Хорошо Отлично Так Я вот подумаю Вот Не страшно Самый худший подарок в твоей жизни Который ты и Алла Или который тебе подарил Который подарили тебе Это надо подумать Подумай, подумай Вспомнишь, что тебе Даша подарила и все Я говорю, нам у нас идеальный ребенок Ей что-нибудь подаришь, но я все равно счастлива Да вот именно Я такая же Можно я вытяну наказание? Нет, одна не такая Понятно Не тот подарок подаришь Она начинает истерить И меня бьет Расскажи стишок Ага, конечно Расскажи стишок Желательный новогодний Давай Только не придумай стишок А если не знаю? Ну любой стишок Придумай А, можно что-то Дорогой недавно Расскажи Славная осень Морозный, ядреный Воздух исталый Силы матрит Лед неокрепший На речке стадионной Словно какая сестра Продлежит Около леса Как мягкой постели Выспаться можно Покой и простор Листья поблекнуть Еще не успели Желтые свежие Лежат как ковер Славная осень Ой Ну в общем Все Все, я рассказала А ты молодец Ну давай Сейчас я У нас осталось Немного бумажек Если что-то напиши Так Так Щаааас Вот Я вижу уже кто-то Ой, я две вытянула Это Когда в последний раз ты плакала И почему Я не помню Ади ко мне Нет, после первого Ади ко мне Я поняла Я поняла Ну чисто просто плакала, да? Ну да Я не помню Давай, я поняла Я честно не помню Я каждый день плачу Я честно не помню Тогда вы поняли наказание У меня не было в последнее Как бы А раз ты не помнишь? Может быть В последнее время не было такого прям Такого сильного Что я бы запомнила Тогда вы поняли Какие-то селедские эмоции Которые я бы запомнила Раз ты точно не помнишь Я правда не помню Честно Вы помнили наказание Хорошо Ну как я Надо же До конца игры Обращайся ко всем Госпожам А ты когда тебе Ты писала? Да я знаю Кто писал Кто ты всем Ну что? Господи Теперь я Девчоночки Господи Девчоночки Что я что ли? Что я что ли? Ты чуть-чуть такая Так ладно Да Алида соберись Алида соберись Хоть Я тебе помогаю Так Как сестры Ой Держи Ой Извиниюсь Ой, надо перемешать Эту дичку какую-нибудь Вытяну Опять, как всегда Блин, Даша Опять твое А что? Такого Расскажи о самой неловкой ситуации В твоей жизни Самая неловкая ситуация Просто вспомнил ситуацию С каким-нибудь мальчиком У тебя как всегда С мальчиком неловки С мальчиком? Серьезно? Ну у тебя все ситуации С мальчиком неловки Даже я помню очень много Я помню даже Из-за лениной карьеры Очень много Какой карьеры? Ну не карьеры Жизнь Карьера отношений Неловкая ситуация Неловкая ситуация Девчонки, расскажите Если не знаешь Вытягивай наказание Я сюда больше не придрогнусь Давай наказание Это интереснее Ты, госпожа Ты че не... Госпожа, пожалуйста Давайте наказание Это интереснее Так Если Даша будет Кого-то еще раз Назвать не госпожа Она станет Нет наказания Да, хорошо Ладно, блин Я никого не обращаю О, господи Че, все-таки полезу Так Выдохни Весь воздух Давай я прочитаю Смотри Ты должна выдохнуть Весь воздух Который у тебя сейчас есть И не дышать Пока другой игрок Отвечает на вопрос То есть пока я отвечаю На вопрос Ты не должна дышать Ты просто не должна дышать Я должна рассказать Историю, связанную с дождем Когда-то мы сидели Вот этих двух прекрасных Да, мы вдвоем То есть втроем Вот И Марина на что-то обидела Я не помню Кто-то выпрыгнул из окна Ну там был первый этаж Там недалеко В общем мы с Дашей Побежали босиком Это было летом Мы с Дашей побежали босиком Под дождем В шортах Таких Ну, красных шортах И в футболках Под дождем И босиком За какой-то из этих двух девочек Я даже не помню за какой Вроде Алина обиделась у что-то Или еще что-то Или Марина обиделась Я вот тоже не помню Вот, короче Вот, все Ты должна убежать Да, блин Ты тоже Я помню это А я не помню А вроде По всей садаресы добежали босиком Я вспомнила Марина с Алиной посмотрелись А, короче, Алина обиделась И ушла домой Пошла домой А, да А мы, короче, почему-то А мы с Алиной же пошли-то Я помню Да, мы, короче, были взяли из окна Босиком Под дождем Побежали по асфальту По лужам Босиком Да Смотрели все люди Как тюрка тянут Но было очень холодно Нет, было весело Ну, холодно было А у меня было жарко И залезли мы домой обратно через окно Да Все, грязь занесли Все Алина уже дышит Давайте Ух Ой, я же Да, блин, мы опять там заговорились А я забыла говорить госпожа Госпожа, давай говорим уже Выполняй задание Все Говори госпожа Госпожа, простите меня, пожалуйста Ну, прощай мне второй раз Третий шанс не будет Хорошо Мне страшно Что там страшно? Наказание, Боря, страшное Алина об этом убедилась Да Особенно те, которые я пишу Тихо, тихо Что тебе бесит Валине? Валине? Да Надо подумать Подумай Ну, не то, что меня это бесит, но Раздражает Ну, да Иногда раздражает то, что Алина всегда хочет есть Вот всегда Особенно сосиски с сыром И сладкое Я ее в области тоже хотела много жрать Да, я тоже Да, вот я помню А я всегда хочу много жрать Особенно сладкое Я с самого детства хочу жрать Я всегда с самого детства жру, хочу жрать И никак не нужно быть Я не могу сказать, как она еще подрастается Я тоже очень люблю есть Да, очень люблю Я тоже Ну, это не точно Так Ой, кто же... Я знаю, кто писал Расскажи неловкую историю, которая произошла под Новый год То есть история, которая произошла либо в Новый год, либо, ну, приблизительно к нему, допустим, 31 декабря 30 У меня такая есть история, господи Опять мальчиком все Нет, с прошлого года Мы же тогда у бабушки были с ним Ну, давай, Алина, скажешь, не ты, а Даш Давай Так Алина, ой, прости Новогодняя история Перед Новым годом Неловкая, неудобная Если не можешь вспомнить, то буквально наказание Я вот, честно, не помню Давайте я буду лучше наказание Задание такое, поставить звездочку на лицо Это самая, наверное, легкая звездочка Ну, короче, вот звездочка, которая у нас с Алиной Давайте, я согласна Я надеюсь, что это победится либо мне, либо Алине, чтобы мы ставили вторую Я тебя просила, кстати, поставить мне эту звездочку Так вот, я и говорю, что надо, какая идея так пойдет Так, давай я тебе поставлю Конечно, я с радостью Я хорошая Наша... А, можно мне такую же? Ой, я хочу Мариночку, ты Давай я тебе Давай Куда тебе? Ой, прости Куда? Давай сюда Сон красоты Колевая какая-то Как же, Олеся, туда идем Я, что ли, опять? Одно вопросик Последний круг у нас сейчас И потом мы снимаем вторую часть на мой канал Да Так что переходите по ссылочке в описании Ладно Все за меня, сказала настоящий блогер Итак Мы потом еще запишем вопросик Так что вы не обращаете Даша, мне опять твоя попалась Это просто я Судьба твоя Госпожа Прочитай, пожалуйста Госпожа Даша Так, лишь прочитай, пожалуйста Рабоня, ты моя Кому из присутствующих ты бы доверила свою самую сокровенную тайну? Госпожа Госпожа Моя Ага, давай Ну, я бы доверила Марине Потому что она все-таки лучшая подруга А Свету я не доверяю Но Даша мне просто подруга А Света даже не подруга Ну, Света как бы она сестра И она такая, ну... Ну, сестра-то сестра Болтушка-сестра Поэтому Учитывая наш собий жизненный опыт Болтаю, что столько ты И Даша такая Ты Она все-таки разбалтывала с родителями Поэтому я ей ничего не говорю Нет, я тоже Все Любовь Давай Передаем шапочку Ладно, хоть наказание Извините, что я периодически закрываю Свету Потому что это мое призвание Закрывать Свету Дайте мне коробочку право Ладно, давайте Уже Ну, что тут в правом уже не есть Ай-ай-ай-ай Когда Света взяла левой рукой Она правша Тебе как может Что выберешь? Быть богатой Но не любить свою профессию Либо быть бедной Но обожать свою работу Это я писала Я так и поняла Но я бы выбрала Быть бедной Но обожать свою работу Потому что когда ты Любишь свою работу Вообще то, что ты делаешь У тебя всегда есть стремление Быть полностью счастливым В этом, в том, что ты делаешь И Суперкин прям падает От твоих умных мыслей Ну давайте уже И Вот Вообще Счастье человека состоит Из многих вещей И мне кажется Если у меня будет хорошая работа Хорошее окружение Вокруг меня То Я в любом случае Смогу выйти Из какого-то Временного Экономического кризиса Чтобы Чтобы быть Более обеспеченной О, что, снова я что ли Так Следующая я Вытягиваю бумажку Так Ты можешь говоришь Это не писать Это Алина Я А что написала Когда первый раз поцеловалась Никогда С Васей А, с Васей Ну, получается Каждый день Тихо 7 августа 2000 Когда был год овцы? Когда был год овцы? Будем считать Когда был год овцы? Ну, в общем 2014 года 7 августа Расскажи, кто такой Вася Ой Нет, подожди А, нет 7 августа Это мама узнала про Васю Не-не-не Ну, примерно в конце августа 2014 года Вася Это мой любимый кот Вся И единственный парень До конца жизни Да Да У меня, как бы, тоже есть Тихо, Мишеч Ой, спасибо У меня единственный парень Не кот Да Теперь А у Даши кто? Тоже кот Вася У них просто Вася Горем развел У меня шарик Самая неловкая ситуация В твоей жизни Или вытягивай Наказанница Самая неловкая ситуация В моей жизни Я, конечно Помню Очень много У меня было Очень много неловких ситуаций Вот знаете Вот в тот момент Когда нужно это рассказать Вообще все Закрываешь Пробляйся Сейчас я расскажу Я помогу Короче Мы пошли гулять Вот с этой вот Моей госпожой И еще с этой Госпожой Хорошо Вот пошли мы Такие гулять Но нам же не гулялось По обычным улицам Нам нужно было Искать себе приключения И мы пошли гулять По полям Пошли мы По полям По полям Там же болото какое-то было Мы, короче, пошли По очень Необычной дороге По которой мы обычно Не ходили Через всякие там Дворы Там гаражи Вот это все такое Мы думали Куда же мы придем Но нам было так интересно Оказалось, это было Около Дашнего дома Это было так интересно Мы вообще вышли Вышли на какое-то поле Мы вообще не знаем Где мы находимся Но потом мы стали Подниматься повыше По этому полю Мы вроде начали осознавать Где мы находимся И там была Огромная, короче Лужа Лужа глины Да, там, короче Это была как раз весна Было так, ну, тепло Нормально Вот И это Видимо там что-то копали Что-то Какой-то водопровод Или что-то такое Вот и там Было очень много глины Вот и мы вот таки радостно Стали по этой глине ходить А это же Нет, там Через эту глину Была протянута Вот такая дощечка Которая такая пружинистая Да-да И мы прошли Я проходила по ней И такая вот замечалась Что она пружинена И начинает прыгать А я вот А я стала еще Походить просто по глине Потому что мне очень нравилось Когда я Я же была в сапогах резиновых Ну, весна же как бы Вот Я была в сапогах резиновых И мне очень Мы все были в сапогах резиновых Да В детстве Вот И нам Что вы все передесетесь И нам очень И мне очень нравилось Застревать в этой глине Сапогами Что я на нее встала И застреваю А потом такая достаюсь Там Да, мне даже так и нравилось Вот Мне всегда это нравилось Вот И я такая Ну, думаю Встала на эту глину И стою такая С тым Что-то с девочками Разговариваем Разговариваем И тут что-то я смотрю Раз у меня уже Сапог уже настолько В эту В эту В эту В эту В глину ушел У нас даже есть Фотки Если что Фотки Тут прикрыты Ну, как вы домой заходите У меня есть фото У нас папа У нас фоткал Помните? Да, классно Короче У меня уже Настолько сапог ушел Ну, где-то вот настолько Я думаю Ну, ладно Чего выберусь Что, господи Все Мы дальше разговариваем Я такая Смотрю У меня уже Почти сапог скрылся Я уже начала бояться Начала выбираться А я такая говорю Стой Не шевелись Тебя не засасет Я пытаюсь выбраться Но у меня Не получается Почему-то Я пытаюсь Я реально пытаюсь Выбраться Но почему-то Я засасываюсь Туда еще больше В эту глину Ты еще больше засас Когда ты перестала Карабкаться Вот я просто начала Очень так Активно выбираться Я просто начала Очень еще быстрее Туда погружаться Вниз Вот И у меня уже Просто сапоги покрылись Я у меня уже У меня уже Наверное Я не знаю Видите ли вы были Или нет У меня уже почти Я была в глине Ну, короче Вообще Очень много Я была в глине Я просто Я не знаю Я просто У меня уже стало страшно Вот Меня стали Мне девочки Стали вытягивать Меня вытягивали 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 Не могли меня вытянуть Я тоже не могла вытянуться. Вот я за эту дощечку пыталась вытянуться. Я вообще не могла. Я просто... Я вот и ну-то, почти практически по пояс. Но тут мы, короче, позвали девочек. Ну да, мы всегда... Видели, Вдалеке там девочки наши были знакомые. Да. Мы с ними не особо общались много. На два года старше. Да, мы с ними не особо общались, но так и знакомые. Я так как будто с ними была под дакю. Да, потому что миллион раз... А я тогда сижу опять. А ты всё пропустила? Не, я всё слышала. Вот, мы их позвали, они стали нам помогать. И Света тоже, когда меня вытаскивала, она тоже встала сапогами в глину, и у неё утонул сапог. Да. И ты домой шла без сапога. Нет, мы его раскопали. Нет, мы просто так вот. Просто так вот головы, руками вот откапывали. Вот так вот брали, вот откапывали глину, вот так вот вставали. Но это всё-таки... И всё-таки грязный сапог. Всё-таки с помощью этих девочек вы всё-таки меня вытащили. Я просто реально утонувала где-то примерно... Почти по поясу, правда. Но мы потом узнали, что глубина вот этой ямы была около двух метров. Да, там просто копали вот... Как я... Водопровод копали, и там была крушивая глубина ямы два метра вообще. Я сейчас метр-полтора. Откуда мы узнаем? От этого мы... ну, сказала. Даша, намала. Вот. Вот. Ну, Света, благодаря вот этим девочкам меня вытащили. Спасибо вам, девочки, спасибо. То самое смешное, когда мы пошли по людной улице. Я такая вся красивая по поясу глины пошла по этой улице. У Даши ещё была белая красивая курточка. Да, у меня была очень белая красивая курточка. У меня тоже была курточка. И мы шли просто закрывали меня со всех сторон курточками, потому что по улице шло очень много людей. И все у меня очень странно смотрели. А мы ещё пытались в колонке отмыться. Да, в колонке там было холодно. А, кстати, маленькое примечание, если что, мы живём в деревне. В деревне ещё такой. Там у нас там горовы, там куры. Ну, в общем, это было очень забавно и очень весело. И когда мы пришли, мы с нами стали смеяться. Это будет смешно. Мы просто вот так вот потом взяли этот сапог Светин, который вот он у... Просто в бочку так его опустили, подняли, и там просто у него столько глины. А Света на то что время шла в сапоги или без? В сапоги. Я думала, у меня такая грязь хрюбает в сапоги. Не босиком же. В общем, что босиком. В общем, классно погуляли. В общем, очень. Да. Самая классная прогулка в нашей жизни. Родители над нами хорошо посмеялись. Ну, кто-то посмеялся, а кто-то не очень, как бы. Так, наше видео подошло к концу. Смотрите вторую часть данного видео на канале Марина Спейс. Ссылочка будет в описании. Спасибо за внимание. С наступающим праздником вас, дорогие мои. С Новым Годом! С наступающим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok